здравствуйте ребята и снова наш добрый из 53 вот 94 года выпуска естественно ребята что я вам хочу сказать ну я вам скажу что любовь первого взгляда но после первой ночи ребята естественно все ясно и так и так значит что я в первую очередь тут обнаружил ну то что маленькие скорости это не в счет ребята посмотрите на штифт пожалуйста на штифт посмотрите у штифт нормальный но сама дырочка до для него большая ну естественно ребята и имеется ведро сильное ведро сейчас вот посмотрим на скорости у нас какие но смысл видоса ребята хочу значит гп туда поставить ну посмотрю если поставить а если чё как пули у нас ребята 0 51 грамм gsb вот сейчас я на ведро дам посмотреть вот пожалуйста ребята какое там ведре щи вот вокруг пули видите да но я его трогать не хочу ребята чтобы я не знаю блин короче сейчас через chrome и потом уже разберу 92 ну я его разбирал ребята не до не до поршня разбирал так сказать я просто разобрал пружину вытаскивали и смазывал как бы чтоб ну скорости одинаковые ребята 92 метра в секунду сейчас значит разберу посмотрю компрессия какая у может или вообще какая-то мажета стоит я его дома житель не разбирали еще ребята я его просто смазывал и все короче сейчас естественно пауза будет я его разберу и покажу что почём вот и разобрал ребята значит его но я вам хочу сказать что лишь 40 ребятам сборки да мне кажется он практичен и в разборке практичен и сборки его собирали как бы получше чем вот в девяносто четвертом году лишь 53 значит ну в девяносто четвертом наверно уже не так следили за сборкой вот штифты отличаются на из 40 что спереди штифт на на мостик короче на тягу взвода что сзади а у него наоборот спереди штифт короткий стоит и потолще а сзади вот подлиннее но это роль не не играет естественно ребята то что я время 512 говорил штифт отличается середина у него потолще чем края вот это и разбивает ребята потом цилиндр значит отверстие вот эти дырочки вот вот представьте если там будет люфт да ну люфт он будет по любому потому что он не плотно сидит ребята вот сейчас посмотрим вот пожалуйста сколько там остается вот вот она считается а если так так получше ну нам же края нужны я края вот миллиметр блин дырка на миллиметр больше чем вот эти вот короче я дошел до поршня но я вам скажу что он заклинул я смело могу сказать ребята что рвем целку до нас его никто не разбирал никто не разбирал пружина ребята значит 30 витков 3 цветков пружина толщина проволоки 2 и 3 значит расстояние между витками 27 2 и 8 но играет короче она неравномерно сейчас хочу вытащить поршень но не знаю как получится надо будет как-то сунуть его туда не вытаскивать да он хочет блин охренеть можно ну как же так они его туда зато затолкали блин спереди я не хочу сейчас толкать ребята чем-нибудь ну не хочу портить мажету понимаете да лучше сзади вот так тянуть как-то я не знаю блин ой блин и мажета там осталось я фигею блин я фигею блин ну может это сейчас вытащим оттуда блин блин охренеть можно ну может это я смотрю беленькая такая прикольная манжета стоит ну вот и целка ребята вам сзади отметины вот какие-то ну крест-накрест как бы целка короче целка я счастлив что целка досталась естественно но сейчас блин манжету надо будет оттуда вытаскивать как засунуть что засунуть блин как она может это там вообще какие у затащили туда я хренею короче сейчас ему и луны на бокс вами манжету эту да ну поранить родную мажету как нафиг делать ребята но мы поранить не хотим его естественно и хотим и этот ранить как его компрессор до ребята смело я вам могу сказать что соосность ну хорошая соосность ребята хорошая соосность очень хорошая я имею ввиду ствола и перепуска ну чуток там разница есть чуток но нет чуток не считается короче главное что дырка вот наша мажета ребята я вам скажу качественная ребята манжета ребята очень качественная мажета ребята вот такая мажета ребята я вам хочу сказать что именно на вайроух 80 я видел только очень качественная мажета я сейчас его протру блин вообще тут материал хорошие ребята или те прикольное я его естественно менять не буду блин вообще мажета класс хоть мажета порадовала блин ну как она там блин было поза нету внутри ребята хорошего поза нету потому она и соскочила с него блин я хренею ну что-то тут не по размерам ребята это стопудово это стопудово протрем не пошли естественно такса ну-ка посмотрим да что-то странно блин ну она надзевается ребята но у него поздний глубокий внутри и короче я сейчас и компрессор вычищу ребята но мажета ходит не свободно я вам скажу ну-ка глянем сюда чуть-чуть творится да ну-ну-ну-ну без канавки не обойт не обошлись ребята канавка тут ой-ой-ой есть канавка значит короче вот такие пироги я сейчас компрессор протру ребята ну тряпкой просто там ничего не надо химичить пока да вот тебе и цел ко мне еще и глубину надо померить час это этой канавки ну на всякий пожар не имею ввиду и посмотрим ну не знаю по мере возможности подберу газовой пружину и бабах ним но это пружина очень тихо стреляет ребята туда-сюда но не знаю не охота просто перевести на gp короче и посмотреть что у нас изменится ну в стоке оказалось у нас утяжелителя нету ребята ну нету так нету все вот такие пироги ребята пока что пока не знаю переключайтесь пока ну я шучу конечно ребята ребята тут кажется очень много работы значит я вот проверил и она вот вот этого штука спиц короче плоский он на 5 миллиметров где-то в канаву падает значит короче говоря значит канавка сейчас я вам скажу канавка это да блин не видать ни хрена ну в итоге канавка 0708 ширину и глубину пролезает 0405 миллиметров вот его естественно надо заливать сейчас я постараюсь эбоксидкой залить потом еще я постараюсь ведро убрать ребята ну ведро огромное тут короче огромное ведро ребята огромное ведерко я его хочу убрать естественно ну не знаю посмотрим как это у меня получится и потом зайти что я хочу сравнивать сначала ребята значит залью дно компрессора ведро уберу и на той же пружины сравним ребята скорости уже после можно будет смело ставить значит газовую пружину просто вот я хочу узнать что даст нам заливка и чтобы убрать ведро но это не скоро будет естественно скоро будет для вас вы же видос смотрите вот для меня будет не скоро все я пошел за эбоксидка сейчас ребята ну процесс мы все смотрели у меня на и жаке 3 с восьмом я заливал это неинтересно по-моему или 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 покажу я не знаю посмотрим короче вот такие пироги ребята надо заниматься делами пока у нас погодка вот такая вот вот она чё творится снег идет короче погода испортилась хорошо я вчера посадил картошку успел короче вот такие пироги вот ну давайте ребята пока что пока ребята я передумал ребята я передумал значит заливать эбоксидкой но опять и боксит боксит металл приходит помощь короче вот я сделал лепешку ребята и вот этим инструментом вот буду чеканить эту это отверстие ребята вот этой вот которая она влазит как раз там значит ширина повторюсь этой где-то 08 спица а глубина там 05 до 05 он проходит ну дальше я наточу наверно его спереди чтобы он ну глубже проходим как бы вот такие пироги короче но я сейчас займусь но это как как стоматолог ребята я буду сейчас чеканить его ну все посмотрим потом будет выбивать не будет ребята это уже дальше время покажет а пока что выход я нашел в этом все заливать я передумал но есть и отвердители все есть эбоксидный боксит но но короче ну я вот этим попробую сейчас буду запломбировать как стоматолог зуб ломбирует а ирганер а ирганер стоматолог блин ну все я приступлю за работу ребята вот такие пироги вот вот так поэтапно я все снимаю и показываю ребята ну все ребята значит я засунул его туда вот он как камень стал но его по моему оттуда ну никак не может выбить короче я сейчас значит ровняю дно цилиндра ребята компрессора видите да он был не ровный ну вы все знаете какие знака у компрессоров короче по бокам ребята получается хонинговка по бокам а спереди получается ну дно чтоб было у нас ровно руками ребята да градус здесь ну невозможно или наискосок идти потому что она во первых ровно вот залезает видите да вот вот здесь абразив изнутри и намотан потом этот ну где-то досюда короче градус вы никак не сломаете здесь я имею ввиду ну поняли да так так вот это полка от и от инжира по моему ребята да и жир да и блин он у меня давно он его помогает таких телах вот с другой стороны а остро а с другой вот так вот но вдоль разрезом что тряпу держать вот сейчас глянем туда ребята возможно возможно вам тоже будет видать что там творится у там по бокам черный цвет это клей ребята у как он как этот ну как пятна короче там никакой толщины у него нету но я сейчас его уберу тоже естественно видите да так что нормально получается ребята ну посмотрим короче посмотрим что у нас конце получится ребята естественно но мне сейчас надо его закончить потом ствол ведро убрать короче ну ближе к вечеру я закончу думаю ребята к этому времени снег усиливается длинномера восстановили верхний ларс завалила снегом наверное видите да стоят блин вообще дурдом ра погода ра офигеть офигеть можно короче ну пока что пока ребята вот такие пироги у нас вот абрикос блин цветет как его жалко блин весь попортит вот он цветет блин ну все вот такие пироги вот ребята перед этим фокус не поймал хорошо но я сейчас стараюсь вам показать ведро наверное надо вот так вот держать да я сейчас полю поставлю ребята туда полю поставлю и вместе посмотрим на это на это ведро сейчас вот полю ставим вот обратите внимание ребята видите да он еще не до конца я его до конца вставляю ребята вот смотрите как она ставится на нарезы сейчас чуть-чуть протолкну его туда чтобы на нарезы уже встать вот ребята цели уже на нарезы ребята смотрите вот пожалуйста вот это есть ведро ребята а это gsb 050 1 грамма 4 52 калибр не хочет фикс короче вот короче говоря ребята где-то в трех миллиметрах начинаются он его нарезы только вот видите да вот это что остальное нам не надо блин эта камера когда не хочет тогда фокус берет когда хочешь них рена не берет блин короче вот поля видите вот я его и собираюсь убрать вот это 34 миллиметра ребята вот так вот сейчас посмотрим что у нас получится ребята значит добрались до ствола так сказать до ствола добрались ставим ребята чопик чопик держим в руках его вот так и и сверху небольшим молоточком бьем поняли поняли все вот смотрите держу вот так и бью это делается для того ребята чтобы ствол выбить и сделать там ведро убрать короче чопик сломался весь но ствол я вам скажу ребята что уже начинает двигаться сейчас этот чопик уберем убрал я чопик вот он дребезги я значит постараюсь сейчас или медную трубку найти по диаметру или латуневую ребята чтобы побить и ствол выбить отсюда на 3-4 миллиметра насколько нам надо короче сейчас я найду значит его цветмет нужен короче цвет метод давно не стала блин ха 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 бедна но мы чё-нибудь да придумаем ребята сейчас сейчас я на паузу нажму пошарю тут моих этих делах и посмотрим пауза ребята как ни странно нашел медь кусок и продолжаем бить значит осторожно здесь он у меня пляшет надо что-то намотать чтобы он не плясал ну херстин пускай пляшет вот пожалуйста ребята ствол уже идет обратно каждый ну к нам к нам ближе идет ствол видите да так с эту пляску надо мне остановить сейчас блин достал вообще он наискосок стал сейчас и куда держать и туда у меня не получится ну я ногами зажму вот так вот и пошли стучать пуля оттуда выпала с ним да что биза сума сюда Витя, давай, ребята. Она все больше и больше выходит. Короче, я сейчас его до конца висуну, ребята. Сколько мне надо. Я просто могу упереть его в что-нибудь. Но боюсь края попортить, ребята. Вот он же алюминиевый. Боюсь края попортить. Не знаю, блин. Ну, посмотрим еще разок. Вот она, вот она, красавец. Видите, да, ребята? Ну, естественно, здесь надо будет доделать. Напильничком. Видите, да? Все, ребята, вот такие пироги, короче. Вот так она и делается. Вот так вот. Все, я сейчас доделаю. Казну. Ну, вы все смотрели, как я казну доделываю, короче. И дальше продолжим работать, ребята. Все. Пока что, пока, ребята. Опять пауза. Блин, с этими паузами я уже устал. Ребята, значит, закончили вот казну доделывать. Ну, я его доделываю, короче. Вот, если будет видно, увидим, что сразу нарезвитам начинаются. Короче, не фиксирует. Сейчас полю берем. А 0.51 GSB. И кладем. Чуть-чуть нажимаем, ребята. Вот она. Видите, да? Чуть-чуть нажали, и она уже там. А до этого, устай, устай. Вообще туда падали, ребята, если что. И так происходит. Вот. 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 короче нормалек сейчас я соберу винтовку ребята и на той же пружины попробуем и потом этот бардак надо убрать а то я жду гостя вот так вот святослава спиридонова вот так такие пироги ребят короче пауза ребята вот и все ну где-то часа пять наверно 6 вожу с ним казну как вы уже увидели до дела туда-сюда все тоже я вам скажу я заметил что мы этот мажета очень-очень туго там ходит но я мажету не трогал такой был договор у нас так сказать все то же самое значит просто залили канавку и сделали казну то делали казну 4 миллиметра 3 4 миллиметра отрезали от казенника такс поле естественно ну короче я уже устал повторять что все тоже туда-сюда сейчас включаем хронограф ну скорости торчат которые перед этим мы с вами стреляли блин пружина так кричит кручит что вообще ну и пошли сто восемь метров плюс и ребята это немного естественно ну я чуть-чуть разозлился ну ну зато мы сделали все как надо ребята мажету значит надо доделать и т.д. и т.п. 102 короче ребята каких-то метров мы получили естественно но пружина слабая ребята пружина слабая но что-то мы до получили ребята значит что мы сейчас сделаем то что то что доказать что у нас пружина ребята очень слабая вот значит что я делаю ребята кладу пулю в казну чуть-чуть проталкиваю вперед вот это самое начало строги вани да от ему как раз ему как раз и этот как его ну здесь он тратит больше энергии так сказать энергия как бы поняли да ну вот 103 сейчас посмотрим если у нас не если слабая пружина ну вот практика докажет или нет посмотрим 106 ну ребята практика доказывает что пружина совсем слабая давайте сейчас еще на оптимум посмотрим ну какой тут оптимум блин я просто ну расширю я пулю сейчас ребята расширю я пулю линчами у расширять я не приготовил фигню эту такс но я найду сейчас что-нибудь чтобы расширить пулю ребята естественно вот нашел расширю я сейчас пулю и положу по идее он должен выдавать час нам не знаю насколько там метров он выдаст нам по идее мало скоростей посмотрим 90 ребята вот вам и практика 90 метров в секунду расширили 90 показала вперед затолкали пулю мертвый объем вырастил вырастили но зато мы помогли энергии значит не тратится на то чтобы пулю строгать ребята извиняюсь как всегда как всегда ребята извиняюсь батарея разрядилась вот на этой фигни блин разрядилась батарея даже не включает что ли то совсем разрядилась совсем короче фиг с ним одним словом ребята что я говорю говорю то что значит расширили юбку мало скоростей получили значит доказательство того что пружина очень слабая пулю подвинули вперед ребята на два миллиметра мы за энергию сделали дело значит за него за пружину сделали ползила уже полю стронули с места поняли да ему трудно всего строгать пулю строгать вот как строгается поле очень многое зависит от этого ребята значит все короче вот такие пироги сейчас блин гостя жду но я уже сказал и видос будет ребята про это что я жду гостя гостя святослава спиридонова жду вот так вот вот такие пироги короче все будет видосах ребята но смотрите что у нас творится какой марта я не знаю ребята но абрикосы во всю цветут кизил расцвел абрикосы я не знаю миндаль расцвел вот зима говорит что я пока здесь говорит ну здесь да здесь а гоги вон там вот а какого не спит наверно блин мой гоги золотой короче ребята вот такие вот пироги заливаем казну доделываем пружину меняем и получаем что-то что-то получает ну не знаю короче я сегодняшним днем естественно доволен ребята я многого не ждал потому что пружина совсем слабая совсем совсем все ребята пока-пока gp поставим еще раз снимем видосик ребята ножету другую поставим еще раз снимем видосик ребята а как же а как же вот такие пироги все пока пока ребята все короче а вот так вот до свидания всем и удачи сладости семьях и общих интересов с женами с мужами и так далее. Пока-пока.